МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости эфири ОРЕН-ТВ. Здравствуйте! С вами Анастасия Шахмать. И у нас есть 20 минут, чтобы рассказать о важном сегодня и за последние дни. Уходящая неделя запомнится жестокостью праздника, который устроили подростки. Один из парней скончался, пытаясь разнять двух противников. Сотрудники многострадального ЮМЗа продолжают вынужденно отдыхать, а сам завод перешел в стадию банкротства. В Оренбурге так и не начался ремонт набережной. Вновь отложили. А в судьбе 7-летнего недостроя гостиницы Баку объявили новый виток. Денис Паслер решил, что там можно сделать жилой дом. Еще спорными законами вновь удивляли депутаты Госдумы. В репутациях управляющих компаний опять черные метки. И вопиющие истории. Человек против природы. Об этом и не только. Сегодня говорим с журналистом Андреем Лукомотивом и экс-депутатом Госдумы Максимом Щепиновым. На длительный срок в колонию строгого режима отправится убийца охранника кафе Клюква. А еще заплатит почти миллионную компенсацию семье погибшего. Сегодня Ленинский районный суд вынес приговор по резонансному преступлению. Трагедия разыгралась в ночь на 10 февраля этого года. 27-летний Максим Харченко отметил встречу с другом детства домашним застольем. После чего приятели отправились в ближайший бар продолжать веселье. В развлекательном заведении молодые люди стали приставать к одной из посетительниц. На что охранник сделал замечание и попросил Харченко покинуть клуб. Затаив обиду, подсудимый ушел домой, но тут же вернулся, уже с кухонным ножом. В момент удара запечатлела видеокамера. Максим Харченко наносит удар 21-летнему охраннику Тимуру Муртазину из-под тяжка, сзади, в живот. Увидев, что он причинил Муртазину пьесные повреждения, испугался и убежал домой. Дома Харченко сообщило ему, что его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Испугавший арест, ушел с обравом доме. Немножко бросил в сугроб, около дома 49 по улице Таракистанской города Оренбурга. Убывать Муртазин не хотел, хотел лишь проучить того человека, с которым, как он считал, у него произошел конфликт. Райанного Тимура Муртазина госпитализировали в больнице Минепирогово, где он на следующий день умер. Протрезвев и осознав произошедшее, Харченко пришел в полицию с повинной, вину признал. Эти обстоятельства, так же как и наличие на иждивение двоих малолетних детей, положительные характеристики, суд признал смягчающими обстоятельствами. Тем не менее, приговор оказался строг. Лишение свободы сроком на 9 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбиванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор понятен? Порядок обжалован понятен? Судебное заседание закрыто. Кроме того, осужденный должен будет возместить семье погибшего Муртазина материальный ущерб в 17,5 тысяч рублей за погребение и почти миллион рублей морального вреда. Живут по собственным законам и правилам. Все чаще поступают жалобы от жильцов на управляющие компании. Причем обвиняют коммунальщиков не в плохой, например, уборке территории или обслуживании домов, а в серьезных вещах, за которые можно вполне последовать уголовное наказание. Представители компании выставляют счета за то, чего не делали. Или вовсе подделывают подписи людей, даже тех, кого уже нет в живых. Так, некоторое время назад к нам обратили жители пятиэтажки, которые заподозрили свою управляющую компанию в нечестной игре. Жильцы пятиэтажки на улице Котова, подозревая, что их обманным путем хотят оставить в управляющей компании, от которой они хотят отказаться. Якобы в марте прошло заочное голосование, и в реестре собственников оказались данные людей, которых уже нет в живых. Артюхов Владимирович... Артюхов, он умер давным-давно. Когда примерно? Даже вам сказать не могу, когда. Гарипова тоже умерла. Руководитель Доповской, несмотря на наше неоднократное к нему обращение, так пояснить ничего не смог. Отделавшись фразой, я вам перезвоню. Известно, что люди написали коллективные заявления в прокуратуру и полицию. Директор другой компании, Гамма, Виталий Кукушкин, сам написал заявление на своих бухгалтеров. Ответственные за финансы сотрудники разработали целую схему. Одна принимала деньги от собственников жилья, но в кассу их не вносила. Другая вводила ложные данные о принятии платежей. На протяжении двух лет деньги людей оседали в карманах сотрудников бухгалтерии, а это 2 миллиона рублей. У недных объяснений ждут жильцы, чьи дома находились под управлением Оренбургской. Компания обанкротилась, а счета за обслуживание домов продолжают приходить. В ГЖИ сослались на то, что конкурсный управляющий лишь в последних числах марта отправил письмо в систему «Город» для корректировки. Тем не менее, куда уходили деньги? Ответ на этот вопрос хотят знать люди, которые получили такие счета. Конфликты между жителями и управляющими компаниями только будут нарастать, считают эксперты программы. И это следствие необдуманных действий власти, когда принимали и продолжают принимать ошибочные решения, а для них и законы. Вопрос с управляющими компаниями очень многогранен. Для простого человека управляющая компания – это первый этап власти. Они воспринимают ее как некую власть для простого человека. Они не воспринимают ее как коммерческую компанию. Они доверяют ей и хотят, чтобы вот этот первый этап власти, который для них существует, исполнял те желания и потребности, которые у населения есть. К сожалению, пока большинство населения не понимает, что это коммерческая компания, которая занимается тем, что должна получить прибыль от своей деятельности. Вот это главный вопрос. Когда люди поймут этот момент, я думаю, на это уйдут годы тогда, и ситуация в этой сфере значительно изменится, когда люди будут воспринимать управляющую компанию как обычный поставщик услуг. Мы же помним, опять же, 15-й год лицензирования со стороны управляющих компаний. То есть все абсолютно, кто представлен на этом рынке, должны получить лицензию, тотальный отбор и так далее и тому подобное. И в итоге мы видим то, к чему пришли спустя буквально 3-5 лет. Я прекрасно понимаю, что это следствие провала этой реформы ЖКХ, абсолютного провала. И вот как житель, я вот тоже прекрасно помню, когда в администрации города у нас здесь озвучивала схема, что управляющих компаний должно быть мало, они должны быть крупными, то есть буквально там 1-2, максимум 3 на весь город, для того, чтобы с ними было удобно работать. То есть это транслировалось в администрации города, и именно этот тренд был выбран. Сейчас получается, что это абсолютно не работает, и вот как раз те небольшие ТСЖ, куда входит 1, максимум 2 дома, вот именно они работают эффективно. Вот эти постоянные новые законы, которые вносятся, да, я понимаю, что государство у нас новое, но нужно как-то быть сдержаннее, мне кажется, в законотворчестве, которое так сильно влияет. И мы не знаем, мы начнем сейчас выстраивать эту систему, она выстраивает уже более-менее, некоторые управляющие компании в городе Оренбурге отлично взаимодействуют с населением, это видно, это люди сами об этом говорят. И вдруг изменится правило игры заново, и что тогда? А власть продолжает требовать молчания и продолжает грозить. В Госдуме на этой неделе предложили наказывать СМИ за публикации, которые способствуют введению санкций против России. В пояснительной записке автор этой идеи, справедливорос Михаил Емельянов, указал, что нужна и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. Представляется целесообразным установление прямого законодательного запрета на распространение, в том числе с помощью СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению ограничительных мер либо сведений о нарушениях этих мер или условий их отмены. И это через пару месяцев после принятия закона о фейковых новостях, оскорблении власти, о репостах. Журналистское сообщество уже обеспокоено тем, что вскоре полную информацию население просто не будет знать. И сработает здесь обычный человеческий инстинкт самосохранения. Максим Щепинов, в свою очередь, порадовался тому, что сейчас не в рядах депутатов Госдумы. Мне кажется, таким образом наши законодатели хотят в умах журналистов, крупных изданий создать некую боязнь, что-либо писать оппозиционное и что-то не согласное с общими канонами нашего государства. К сожалению, я вижу только вот это стремление, чтобы скрыть какие-то проблемы. Я не могу себе представить, какая статья может повлечь с собой новые санкции. Ну вот в моем, скажем так, моей деятельности. Когда вот от той же системной оппозиции депутатов слышишь такие вот начинания, такие законопроекты, начинаешь понимать, что вот у этих людей абсолютно нарушены причинно-следственные связи. То есть вот в их понимании, как они видят, во всем виноваты, оказывается, журналисты и средства массовой информации. И теперь к серьезной коммунальной проблеме одного из сел. «Без воды ни туда и ни сюда». Слова песни водовоза из кинофильма «Волга-Волга» могут петь жители поселка Заречье. Название населенного пункта присутствует водный объект, а в кране воды нет уже неделю. В чем причина, узнали Александр Криволапов и Олег Штылер. «Без воды ни туда и ни сюда». Субботы у нас вообще нет никакой воды. Я с работы бутыль с водой тащу каждый день для того, чтобы просто была питьевая вода, чтобы можно было какие-то чашки помыть. Мы в туалет, соответственно, в доме тоже ходить не можем. И доходит до такого, что мы несколько раз, мы с мужем в посадку ездили в туалет, но это тоже несерьезно. Я бутыль вот наберу, привезу, мне хватит. Да, я-то обойдусь. Но в огороде караул все засыхает. У односельчанки Екатерины Сараевой вода из крана капает, но это ее не спасает. «Водичка есть на первом этаже, тоненькая-тоненькая стручка. Но она без насоса. Без насоса, да, самотечная. Вот такая вот водичка у нас вот. О том, чтобы пить там или сварить, поесть, речь вообще не может идти». Пока у них засуха, у других – оазис. И собственная скважина во дворе. «Завидуем, что у соседей есть своя скважина, но днем, когда их вот, ну, их нету, они тоже постоянно на работе. Вот. Ну, они делятся хоть, нет? Вот когда мы их застаем, если вот рано утром, то, да, можно у них взять сколько-то воды. Но опять это ведрами». Своя скважина, допустим, хлопотная. Водяная жила в поселке находится на глубине около 100 метров, а чтобы ее пробурить, просят от 150 тысяч рублей. За речью около полутора тысяч домовладений. Большинство из них имеют центральное водоснабжение. Они-то и устроили штурм офиса частного предприятия, которое занимается водоснабжением поселка. «Я знаю, что у нас порядка 150-200 домов, которые реально страдают. Сюда приезжаешь, а не посылает тебя далеко-далеко». За речью водной части превратилась в каракум из-за аномальной жары в начале мая. Люди поливали огороды. Потребители в разы превысили заявленный ранее лимит. Насосы не выдержали. Этот объем превысил в три раза заявленные мощности, какие были запрошены абонентами. В связи с этим были опустошены емкости и общая система трубопроводов. В оперативном порядке 12-го числа вышли на работу аварийные бригады для замены установки насоса на дополнительную резервную скважину, чтобы обеспечить водоснабжение. В то же время, в этот же период, одновременно в течение двух дней произошла авария, вышли из тура два насоса. Резервный подготовленный изначально, а также и дополнительный. В настоящее время насосы восстановлены. Идет заполнение емкости и 27 километров трубопроводной системы. Но на это надо время. Заполнение трубопроводов и емкостей препятствует большой разбор жителями поступающей воды. Еще раз приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. И хотим сказать, что в соответствии с требованиями законодательства все ограничения водоснабжения, которые повлекли поселки, они будут пересчитаны. Водоснабжающие организации заверили, что вода в кранах жителей Заречья появится до конца недели, стало быть, в ближайшие три дня. Тем временем жители поселка сомневаются в грамотности составленных ранее самих расчетов водопотребления. Если сейчас случился перерасход, который парализовал систему, то он может и повториться. Жители с опаской ждут летом. Потому что без воды и не даны и не все. Сейчас на нашем канале Блог коммерческой информации, но мы не прощаемся, нам еще есть что рассказать. Мы продолжаем выпуск. Бешенство вновь зафиксировали в Оренбурге. В Бугрусланском районе в селе Елатомка ввели карантин. На период его действия запрещается торговля домашними животными, проведение выставок, а также вывоз животных из села. Ограничительные меры будут действовать два месяца. Напомним, что месяц назад карантин объявляли по бешенству в других районах – в Ясненском и Первомайском. Человек против природы или слабость законодательства и надзора в последние дни эта тема все больше напоминает о себе. Скандал в Екатеринбурге прогремел на всю страну. Люди хотят сохранить сквер. Другая страна, наоборот, хочет вырубить деревья и возвести храм. В Оренбурге люди позаботились о себе, но создали угрозу водоему. История на Коровьем озере получила продолжение. Жители СНТ отсыпали дорогу, которая, по сути, разделяет сам водоем и объясняют, что проезжая часть им просто необходима. В Минприроде об этом не знали. Вопросами задаются в администрации округа. Разрешение, говорят, не давали. Но ситуация не так однозначна. И только ли вина жителей в появлении насыпи на озере? Это озеро можно смело назвать многострадальным. Зимой после крещения долгое время оно было замусорено елками. Позже появились сообщения, что в нем плавает мертвая рыба. И вот очередная новость. Жители самостоятельно сделали себе дорогу. Надзорные органы не в курсе и начинают проверку. Ведь часть озера может пересохнуть. За этим потянутся другие экологические проблемы. То, что дорогу сделали сами жители, это показатель взаимодействия власти с людьми. Так считает журналист Андрей Локомотив, который сам занимался этой темой. И то, что сейчас руководители разных ведомств удивляются и напоминают о юридических аспектах, это больше лукавство. В эфире и нашего канала жители два года назад просили администрацию придумать вариант проезда территории. Своими силами тогда сделали деревянный мостик, чтобы дети могли ходить в школу пешком. И вот результат. Это жители сами неоднократно обращались к администрации города. Я об этом даже писал, что они хотят, чтобы здесь сделали насыпь. Положили трубы, чтобы озеро соединялось. И сверху сделали насыпь, чтобы они могли спокойно ездить к себе домой. Если власть не слышит людей, то люди делают сами, как и должны это делать. Да, эту насыпь, скорее всего, берут, но они сделают ее заново. И так будет, пока власть не сделает ее законной и не сделает ее сама. Потому что власть должна обеспечить доступ жителей к своему дому. К сожалению, пока это не сделано. Это частные случаи влияния человека на природу. Но есть еще проблемы повсеместные. Браконьеры не упускают возможности поживиться. Да еще и варварскими методами. Информация, что на территории региона постоянно орудуют нелегальные охотники, появляется часто. И вот крайне редко, когда виновных находят и наказывают. И в целом, создается впечатление, что серьезной этой проблемой никто не озадачен. Так до сих пор не найден преступник, который застрелил лосиху в Адамовском районе. Животное должно было со дня на день принести потомство. На месте была обнаружена гильза. Известно, что на все восточное Оренбуржье ружей такой марки, в которых используются такие боеприпасы, зарегистрировано не больше 30. То есть, теоретически, найти браконьера не составит большого труда. Но практически никаких результатов так и не нашли тех, кто осенью прошлого года в этом же районе скрылись на автомобиле Porsche Cayenne. А задержанным на другой машине так ничего предъявить и не смогли. Перед майскими праздниками в Ташлинском районе при попытке остановить машину с браконьерами, злоумышленники сбили одного из охотоведов. С тяжелыми травмами мужчину доставили в реанимацию. Правда, браконьеру потом все же пришлось сдаться. Пытаются ловить браконьеров и на воде. Оренбуржье присоединилось к всероссийской экологической акции по очистке водоемов от браконьерских сетей, наносящих значительный ущерб природе во время нереста рыб. Проводят рейды, собирают сети. Правда, не всегда удаются найти хозяев снастей. Наталья Голикова и Никита Плотников были сегодня на Димитровском водохранилище. В оренбуржских водоемах нерест рыбалка в это время разрешена только на удочку и только с берега. Инспекторы дежурят круглые сутки, объезжают Димитровское водохранилище. Оно небольшое, каждый год здесь делают зарыбление. Здесь водятся сазан, толстолобик, беломур и судак. А это привлекает как простых рыбаков-любителей, так и браконьеров. Бывает там случай, например, увидеть инспекцию, у них сеть, они их вообще бросают. Сами уезжают домой и как бы забывают про них. Это еще хуже. Оставлять сети под водой нельзя. Рыба погибает в них. Старший инспектор в поиске орудия у лова под водой использует простое и весьма эффективное средство. Шутливо называя его компьютер. Это лом, вот привязанная железка, вот даже клочок сетки остался. Я, например, на ловке выхожу, где-то место, и опускаю ее, вот оно на веревке у меня привязано. Ну, грубо говоря, метра три. И вот она как бы идет по дну, ну, три метра, опускается, идет. И если, например, сеть стоит, она раз ломом. Ну, я по ловке чувствую, поднимаю, нахожусь здесь. Причем черные рыбаки становятся все хитрее. Если в воде торчит колышек или виднеется бутылка, значит, работали дилетанты. А вот браконьеры со стажем с Настей притапливают. Но те и другие наносят огромный ущерб рыбному поголовью. В такую ветреную погоду выходить на воду очень опасно. Небольшие моторные лодки накрывают волной. Однако специалисты рыбинспекции рано утром, пока был штиль, все-таки смогли обследовать территорию. Были обнаружены сети. Большую часть рыбы спасли. Из-за запутавшихся сетей сотрудники рыбнадзора доставали рыбы и отпускали в водоем. Найти и наказать хозяев практически невозможно. Нужно поймать нарушителей только за руку. Только два дня назад здесь проводились аналогичные рыбоохранные мероприятия. Задержаны были определенные люди с большим ущербом. До 90 тысяч у них ущерб составил, у других 26 тысяч. Это действовали с работниками полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Так что тут война, как говорится, ведется постоянно. С начала этого года инспекторы поймали 385 нарушителей. Браконьеры в основном орудуют ночью. В нерест желающих расставить сети становится только больше. Рыба охотнее клюет на приманку. В этом году очень маловодный год. То есть нерестилища практически не залились. Рыба ищет себе место, где ей можно отложить икру. То есть это такие места мелководные. В этот период очень много врагов. Поэтому вот наша задача, хоть от человека, как говорится, избавить. Потому что от природных врагов мы не можем избавить. Там и лягушки, там и взрослые другие виды рыб. Они и икру поедают и все прочее. Задача инспекторов – сохранить рыбный запас. В этом году наказание для браконьеров стало жестче. За незаконную добычу теперь нарушителям грозит штраф до полмиллиона рублей. Или вовсе до пяти лет лишения свободы. Плюс ко всему могут конфисковать как сети, так и лодки. Наталья Голикова, Никита Плотников, Ориан ТВ. К сожалению, наше государство не в силах защитить животных, детей, пенсионеров. У нас защищается государство от фейковых СМИ, от фейковых новостей. Точнее, от строительства храма населения отодвигается от этого. К сожалению, другие очень часто приоритеты построены неправильно. К сожалению, браконьерство было всегда, и искоренить его за один-два года невозможно. Ну и создать раздутый штат охранников, им же нужно тоже оплатить денежные средства. Их нужно содержать, платить пенсию в дальнейшем. Готовы ли мы на это? Готовы ли государства и люди платить еще и еще за охрану, в том числе животных? Смотрите, у нас там есть Министерство лесного и охотничьего хозяйства. Учитывая, что регион, край у нас степной. У нас есть Министерство природы. И в итоге, получается, мы периодически слышим о таких вот вопиющих случаях. И как бы по мне так по мне. Я думаю, что вряд ли чиновники, которые работают там и здесь, и на местах, не знают о той ситуации, которая происходит, что называется, на земле. Я думаю, знают. Но вот это как в той известной песне группы «Наутиус Помпилиус» «Круговая порука мажет как копоть». Вот, я думаю, причина именно в этом. Это системный вопрос, который решать надо системно. То есть это вот не вопрос локального характера. Если сейчас кто и защищает природу, так и это общественность. Активные граждане считает научный руководитель Института СТП Александр Чебелев. Он всю жизнь занимается вопросами сохранения природных памятников, как Оренбургский заповедник, Национальный парк, Вузулский бор. Отмечает, что нет преемственности власти в вопросах охраны природы. Да и сам подход к этому совсем не продуман. Об этом мы говорили в программе «Эхо недели». У нас нет самостоятельного министерства, нет самостоятельного органа, который защищает природу. Наше министерство называется «Министерство природных ресурсов», а не природы, не охраны окружающей среды. Такое министерство у нас было, оно ликвидировано было в 2000 году. И у нас ресурсы главные, а в нашей области называется «Министерство природных ресурсов и недвижимости». То есть на природы смотрят как на имущество. Поэтому у нас нет органа, кроме общественной организации, которая защищает по-настоящему природу. Поэтому нам обращаться некому, и получается, общественность, мы идем против действительно огромного аппарата государственного, который связан с Министерством природных ресурсов, и который смотрит на природу как на ресурс и на имущество. Правда, эксперты нашей программы считают, что общественность не использует в полную силу своего права голоса. Иногда, может, и выигрывает в небольших противостояниях, но в ключевых битвах терпит поражение. Безусловно, дело не в структуре, скажем так, правительства Оренбургской области. Есть там такое министерство или нет такого министерства. Если мы возьмем, например, историю, связанную с Базулутским бором, я, например, прекрасно понимаю, что это битва, которую проиграло и правительство Оренбургской области, депутаты различных уровней, кстати, и региональных, и федеральных уровней от Оренбургской области, и население Оренбургской области. И проиграли мы эту битву федеральному министерству. Когда принималось это решение, и все разводили руками, и говорили, что мы ничего не можем делать, это федеральный центр, ну, необходимо было выходить с массовыми акциями протеста, и чтобы мы увидели что-то подобное, что сейчас вот, например, происходит в Екатеринбурге. Потому что там строительство храма в центре города – это вопрос, скажем так, менее существенный, нежели чем добыча нефти в Базулутском бору. Сплошной шум и гам. Жители многоэтажки жалуются на ночных меломанов, а Оренбургцы, проживающие в частных домах, на открывшуюся рядом с ними автомойку. И что ждет детвору на предстоящем празднике, все это знает наш дежурный по городу. Круглосуточный шум. Жители частных домов по улице Первого Мая жалуются на то, что их жизнь превратилась в кошмар. В 30 метрах открылась автомойка. Машины ездят по ночам, вся территория заставлена, и люди не понимают, как вообще можно было давать разрешение на открытие такого объекта в непосредственной близости с жилыми домами. В мэрии посоветовали обратиться письменно в департамент градостроительства и земельных отношений. В общем, бюрократию никто не отменял. На шум жалуются и жители 255-го дома по улице Терешковой. Ночью меломаны приезжают во двор и включают музыку. На замечания молодые люди не реагируют, ведут себя вызывающе, люди не знают уже, куда обращаться. А мы напомним, в области действует закон о тишине. После 11 вечера шуметь нельзя, поэтому смело звоните в полицию. Завтра день детства. Хотим напомнить, что с 10 утра на Советской на площади Атриума пройдет концерт, будут работать творческие площадки. Также во всех парках отдыха будет представлена развлекательная программа. Самое главное, чтобы погода не подвела. Ну и напомним, день будет трезвым, продажа алкоголя запрещена. На этом все. Звоните нам в понедельник и делитесь тем, что увидите или узнаете. Таким был этот день такой. Мы увидели неделю. Впереди новое и новые события. О самых важных расскажем в наших выпусках. Новости и другие программы доступны на нашем канале Орин ТВ онлайн, в Ютубе и во всех социальных сетях. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова